Девушки отдыхают 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 наяву. Ты знаешь, как будто я должен торопиться, торопиться куда-то. А куда? Не знаю. Причастился бы, Архип Семенович. Отец Петр с дарами дожидает. Подождет. Сначала сынка его. Все-таки доктор Петербургской. Суетавьте на уме. Молчи, дура. Молчи. Иван! Иван! Иди. Тебя вперед требует. Смерть в глазах, а о плоти думай. Иди. Воздуха вот не хватает. Всем хватает. А мне нет. Помирать, значит. Ну, спасибо за честность. А ты мне вот что скажи. А дальше-то что? Не веришь, Виктор? А в чего ж ты берешь? Человека. В разум его. Человека. Человек он свинья. Ты не съешь, тебя съедят. Так уж устроено. Нет, нельзя мне без Бога. Все мы рабы его. Все. Все. Ну, ты вот доктор. Обещаешь мне, значит, помирать и конец. А солнце светить будет? И сады стоять? Зачем? Зачем? Не богохульствуй. Причастий лишу. Яблок нынче тьма какая. Это зачем же? Для вас, что ли? Какая уже злоба. Вас бушует, господин Телегин. Да. Сады будут стоять. Будут. Анврёкс не будут. Сенок. Голозданник не будут. Голозданник не будут. Марфа! Сад. Сад срубить. Опомнись, архиик. Кому сказал? Работников пошли сейчас же. Что с человеком делается? А ты человек? Это же злобное для отец. Ты же сам хотел лишить его причастия. Так кто я властью боговой? А ты кто такой? Набрал с ума в Петербурге? Заносишься? Поблажки людям не даёшь. Ни себе, ни другим, отец. Осмелелись! Сволочи! Руби! 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 КОНЕЦ Однозвучно гремит колокольчик Издали отдаваясь слегка И замолк мой ямщик А дорога предо мной Далека, далека Предо мной Далека, далека АПЛОДИСМЕНТЫ Браво, браво, браво Он уж никогда не думал, что у химиков есть душа У химиков есть душа Очевидно, есть А вот, впрочем, мой брат Иван вообще сомневается в наличии такого органа Позвольте, позвольте, позвольте Почему это органа? А что же это такое? А что же это такое? Позвольте полюбопытствовать, господин Петрищев Душа Ну, просто, просто привычное понятие Ах, вот что А я считаю, что мы не имеем права на привычное Мы должны Хоть в Новый год, без споров, господа Ну, ей, Богу, надоело Золотые слова Вы одна, а скоро 12 Где же ты, злосчастный доктор медицины? Иван Петрович Бутис Он в лаборатории Опять в лаборатории? Ей, Богу, не понимаю Ну, чего он хочет? Кончил университет золотой медалью Малом Кончил медико-хирургическую академию Малом Теперь он засел в больницу у Боткина Два нерва в сердце он открыл А сам остался бессердечен Тут кто-то ждет А он забыл И Новый год был не отмечен И Новый год был не отмечен Ведь это к жизни не заметишь, ей-богу А пожить-то как хочется Ох, как хочется А казенной квартиры с дровами вам не хочется? Хочется Ей-богу, хочется А что ж от плохого? Суешь их тысяч сколько угодно А они казенные Господа Господа, господа Профессора приехали Дорогой Сергей Петрович От имени нашей военно-медицинской академии Светущего российской медицины Сергею Петровичу Боткину ВИВАТ! Ура! Вашему великому Дмитрию Ивановичу Менделееву ВИВАТ! Ура! Новый год нашу За выгоди прозеваем Скорее, господа Без одной минуты 12 Без двух Без двух, господа Вовремя! Всегда вовремя! Ну конечно, конечно Ого Вот теперь 12 Идемте в зал, господа Идемте в зал Господа Господа Вот и пришел Новый год И будет он Суровый и вьюжный Поэтому я поднимаю бокал За огонь мыслей За нашу науку Чем ночь темней Тем ярче звезды С Новым годом, господа С Новым годом! Зима! Наконец-то Должен вам сообщить, Зима Что сегодня я совершенно счастлив Удивляюсь Почему-то люди так вот говорят С Новым годом С Новым счастьем А счастье, по-моему, должно быть Одно Одно И на всю жизнь Неужели ты не можешь накормить ребенка? Ну, ты сам говорил Что Веру нужно приучать к самостоятельности Ешь Но ты ничего не ел Спасибо, я сыт Тебе опять с собаками не ладится А мы-то ни при чем Что? Что? Ух ты! Ух ты! Вот защитник вырос, а! Прости меня, Зима А ведь ты прав, прав Не ладится Я знаю, Зима, столько операций И все неудачно Ваня Ваня, а может быть, ты хочешь невозможного? Ведь никто в Европе не смог Не рискнул Европа? Ну, почему это предел? Это же основа основ А до конца неизвестно Ну, мы будем наблюдать желудок в живом организме Не перерезав ни одного нерва Будем Мы будем лечить не слепо А зная весь таинственный процесс ищеварения Это будет Лаборатория жизни Зима Скальпель Зажим Зажим Ну Нет Нет пульса, Иван Петрович Четвертый час оперируем Ну и 24 часа будем оперировать Подготовьте новую собаку Мы израсходовали всех животных, Иван Петрович И смету за год тоже А щедрость министерства известна Мы становимся посмешищем В академии просто смеются над нами в лицо Да ничего не скажешь Не весело Смеются? Смеются? Ну так мы им еще такую фигу покажем Вот это кунюс Собаки не выживают У нас не осталось животных Да Сима Я Жалон не получил Я даже ночью во сне оперирую Стол Собаки И я Режу 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 Ну конечно правда Это правда? Ну конечно правда Ну куда же ты? Ты меня прости Мне предлагают партию превосходных собак Я быстро Да Медленно ты не умеешь Долго еще? Никодим Васильевич Без малого 4 часа операция идет И ведь который раз Прямо щетка теряет А говорили не выйдет Сима Сима Ты? А говорили не выйдет Вышла Вышла Сима Вышла Я ведь молилась Ваня Сынно сказать о здравии собаки Вот как Милая Ты моя милая Никодим Слушай Ты мне ее выходи Чтоб она бегала Прыгала Понял? Не первый год в науке Ну доныш Ну что? Милостивые безладари А говорили не выйдет Ставьте пушку Пушку ставьте Пушку Скорей Скорей Ну Подходи И смеются Ну так Ну что же Так Она тому не верит Ставьте колонец Быстро Не верят Ну так Мы им еще Покажем Покажем Манчжурии Сообщение Театра военных действий А вот Последние новости Театра военных действий Последние новости А вот Сражение Манчжурии Общение Театра военных действий Что это с Иваном Петровичем? Почти два года топчемся вокруг стульной железы. Естественно, последний этап изучения пищеварения. Что естественно? Ну, Михаил Михайлович, бесконечные опыты. А про слюнную железу нам все уже известно. Вам известно. Вот потому вы и не Павлов. Иван Петрович, вот результаты и сегодняшних наблюдений. Примечательная вещь, Иван Петрович. Мясо, которое собака ест и которое она только веет, дает одинаковую химическую картину слюны. Вот анализы. Ну что ж, это вполне понятно. Меня сейчас другое интересует. Иван Петрович. Да, да. У нас в лаборатории темно. И под вечер давая еду собаке, я каждый раз зажигаю свет. Так теперь стоит зажечь свет, и у собаки бурное слюноотделение безо всякой еды. Ага. Что я говорил? Что я говорил? А что вы говорили, Иван Петрович? Не говорил, так и думал. Мы изучали слюную железу в связи с пищеварением. А, ну вон что. Так, так, так. Никаким не приходил? Пришел. Так, сэр. Ну, разрешите мне доложить о своих фактах. Прошу. Однажды я веду опыт. Даю Джеку пищу. Ну, понятно, врожденный рефлекс капает слюна. Не хватило корма. Я говорю Никакиму, принеси. Так. Сижу, скучаю. Джек тоже. Слюны, конечно, не капли. Ведь не с чего. И вдруг... Что за черт? Ведь обильное слюноотделение. С чего бы... А вот с чего. В коридоре были слышны шаги Никодима. Да вот, извольте убедиться. Никодим! Следовательно, звук шагов вызвал слюну. А почему? Чем объяснить? Почему? И что получается? Слюна и железа, и шаги. Условия опыта связали их. Никодим давал пищу. И всегда толку. Шаги Никодима и пища связались в мозгу. И звук стал гнать слюну по приказу мозга. Один только звук. Или свет, как у вас, например. Ну, позвольте. Ведь это же совсем не пищеварение. Да вот именно, Сударь, вы мой. Вот об этом-то я все время и думаю. Иван Петрович, боже мой, позвольте. Но ведь если мы... Позвольте, позвольте, позвольте. Если мы будем изменять условия опыта... Галет Михайлович. Да ведь мы же можем создавать самые разнообразные условия, конечно. При наших опытах. Севязывая их с кедой. И каждый раз как бы задавать задачу мозгу и спрашивать ответ. И, пожалуйста, силенки ответят. Мы будем устанавливать новые связи в мозгу и получать новые рефлексы. Ну, а как же мы их назовем? Условными рефлексами. Условными рефлексами? Да, и связанными с условиями опыта. Так, 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 так. Условные рефлексы. Я не знаю, господа. Может быть, я увлекаюсь. Но, по-моему, перед нами открыта... Дорога в мозг. Да, да, да. Ведь чего ж это просто-то? Итак, исходная позиция занята. Никодим, ты принес? Принес, Иван Петрович. Давай сюда. Слушаюсь. Я убежден, что эти звоночки заставят собаку гнать слюну. А вечно, кажется, несъедобная. Итак? Всю работу лаборатории перевести на рефлексы. Да, вот ведь дела какие. Угу. Ну, нынче и мой звонок прозвонил. Подправка сегодня. Ах, вот ведь что. Сегодня. 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 Иван Петрович. Ну. Ну, ежели что, не так сделал, Иван Петрович, уж вы извините. Ну что ты, ну что ты, что ты? Ведь вот, досадно. Скоро ваш юбилей. 25-летие деятельности. Ну? Не придется поприсутствовать. Обидно. Да что там юбилей? Юбилей, юбилей. Годы бегут. Да. Ольга. Радостно приветствовать Ивана Петровича Павлова в день 25-летия его служения науке. Всему миру известны его великие заслуги. Недавно получена им Нобелевская премия, присужденная за работы по пищеварению, венчает его блестящие труды. АПЛОДИСМЕНТЫ Иван Петрович заложил основы нового метода по изучению внутренних органов в живом организме, не нарушая ни одной нервной связи. Это величайшее открытие в области физиологии за последние 100 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожелаем ему здоровья, успеха его делу, покоя и счастья. Он заслужил его, господа. Он подлинный подвижник в науке. И я бы даже сказал, подлинный ее мученик. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сердечно благодарен вам, господа, за себя и за всех моих дорогих сотрудников. Однако не пойму, о каком покое говорил здесь уважаемый Степан Лукич? Не до покоя, господа. Мы находимся в самом беспокойном состоянии. Мы можем, наконец, прикоснуться к новым, серьезнейшим проблемам, господа. Поэтому пожелайте мне всяческого беспокойства. Вот об этом я вас очень прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, вот насчет мученика тоже. Ну, какой я мученик науки? Вот без науки я был бы действительно мученик. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А уж если говорить о подвижниках, господа, то они есть. Это наши русские солдаты, которые гибнут на полях Манчжурии и в далеких морях. Русский народ. Вот кто подвижник, господа. И мы обязаны добыть ему счастье. Обязаны. Нам нельзя останавливаться, господа. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Браво, профессор! АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я буду с ним работать. Ого! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот увидите! Гуля, Михалыч! Гуля, Купаш, голубчик! О чем это он говорил сегодня? О каких проблемах? О дальнейших планах ничего определенного сказать не могу. Вы же слышали? Хочет беспокойств. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А на чем мы хотели работать? На пищеваренном, конечно. Ну, а я этим больше не занимаюсь. Вы шутите, профессор. Да нет, нисколько. Вы знаете, в народе есть такое выражение. Слюнки текут. Так вот, очень интересно. Почему они текут? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, профессор. Да, да. Да. Иван Петрович. Да. Простите, я Иванова Варвара Антоновна. А, это опять вы. Простите. Я полагала все-таки, моя тема пищеварения, я терапевт. Терапевт, терапевт. Вы просто девица, сударыня. И к тому же упрямая. Так вот, эта девица хотела у вас работать. Впрочем. А впрочем, вопрочем, подождите. Пойдемте, побеседуемте. Нам упрямые нужны. Я всегда шел с ним. Но теперь не могу. Все это суета, нервы и мудрствование. Есть грань, которую я не могу перейти. И не хочу. Вот как. А почему же? Вы хотите изучать мозг, сознание, вывели железку и собираетесь проникнуть в непознаваемое. Это все равно, что изучать в бинокль звездной миры. В бинокль? Как вы сказали, в бинокль? Не в бинокль, милостей, государь, а в телескоп. И именно в звездные миры. Мозг миллиарды клеток. Воистину целое мироздание. Человек измерил расстояние до Солнца. Проник в глубины Вселенной. А о том, какие процессы происходят здесь, не знает. Это же стыдно. Человек должен понять свой мозг. Должен научиться управлять им. И это прямая задача физиологии. Остановитесь, Иван Петрович. Это таинственная область души. Души? Я, сударь мой, натуралист. И привык верить опыту. А вы уж не гадалкали. Вот я до сих пор не мог обнаружить эту таинственную душу. А она непознаваема. Вы есть вы, а я есть я. У нас сидеют волосы. Мы стареем. Но каждый из нас остается самим собой. И это неизменно. Это не поддается изучению. Какую мерую можете вы измерить мое личное я? Чепуха! Все вы это выдумали! Кто вы такой? Кто вы такой? С какого возраста вы себя помните? Ну, лет с трех-четырех. А до этих, до четырех лет, где вы были? Где было ваше личное я? Не знаете? Ну, поздно. Была только почва, полученная по наследству. И ваше личное я образовалось постепенно в результате влияния внешней среды. Душа! Здор! Это гиря, болтающаяся в ногах у науки. И чем скорее мы ее отбросим, тем будет лучше. И потом не путайте, званцев. Мы сейчас не будем изучать человека. До этого далеко. Это цель. А сейчас тысячи опытов над животными. Наблюдать и наблюдать, нацелившись в неведомые глубины мозга нашим телескопом, нашей замечательной железой. Вы стоите на краю бездны, я не могу молчать. Остановитесь, учитель, остановитесь, пока не поздно. Ведь нет же существа без понятия души и духом. Назовите, как хотите. И мир не примет вашего объяснения. Что же вы один против целого мира? Вы... Трус! Вот что? Трус! Мы столько лет были вместе, а вы оказались так далеко. У вас предубежденный ум. Мозг создал науку, а теперь он сам будет подвластен ей. Вот истина человеческая величия. Вы мне предлагаете остановиться. Да. Но меня будут лаять из каждой подворотни, возможно. Но наших собачек им не перелаять. А вот что с вами делать-то? Я просто не знаю. Я знаю, я уйду. Никуда вы не уйдете. Я уйду. А вы так и останетесь стоять на месте. Иван Петрович. Да. Иван Петрович. Я здесь новый человек. Я еще не знаю, что я умею. Но я могу по 15 часов сидеть в лаборатории и работать. Это я могу. Да-да. Хорошо. Спасибо. Вы подготовили собак? Да, Иван Петрович. Пойдемте в лабораторию. И никаких звездных миров. Наболтали тут. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что это там, Володенька? Мама, когда-то студенты, приветствуя Дарвина, опустили грушную обезьянку. Теперь внук Дарвина опустит собачку отцу. Алло. Доку от вас, физиологи, профессорем Мегрегием, Иван Петрович Павлов. Стены Кембриджа видели Ньютона, Дарвина. Теперь эта честь оказана вам. Примите наши искренние поздравления. Ваше пищеварение... Благодарю вас, господа. Благодарю. Только я уже и думать забыл о пищеварении-то. Ну да. Десять лет уж над рефлексами работаю, с вашего позволения. Рефлексы? Да. Боюсь, что они не будут иметь успеха в Англии. А вот как? Материализм. Вот, 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 вот именно. Совершенно точно изволили заметить. Так оно и есть. Материализм. Да. Извините меня. Да, да, пожалуйста. Его Величество, Король, приглашает вас в Букингемский дворец. Ах, да, 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 да. А я и забыл. Угу. До свидания. А что вы сказали, господин Бэнгтон? Прилюбопытно. Признаюсь, ваше мнение меня интересует. Ваши условные рефлексы чрезвычайно интересны. Но, однако, сейчас я предпочитаю помолчать. Ну что ж, слово серебро, молчание золото. Но только в науке это не всегда так. Мы молчать не собираемся. Будем драться и убеждать фактами. Фактами. Мы убеждены, что вся так называемая душевная деятельность животных может быть объяснена материальным нервным процессом. Мы сегодня на опыте покажем вам, как протекает этот процесс во времени и пространстве. Сейчас вы как бы сможете увидеть весь процесс, происходящий в мозгу этой собаки. Вот. Это уже слишком, ваше превосходительство. В душах многих зреет протест. Оглушит даже соловья разбойника. Господа, здесь закреплены три механические каталки. Верхняя, средняя, нижняя. Верхняя, средняя, нижняя. Каждому участку кожи, раздражаемому касалкой, соответствует свой участок в коре головного мозга. Верхняя и средняя. Верхняя и средняя касалка прикасались к коже всегда во время еды. В мозгу образовалась связь. Условный рефлекс. И теперь прикосновение этих двух касалок, даже без еды, вызывает обильное слюнное деление. Вы можете в этом убедиться. Включаю верхнюю касалку. Такой же рефлекс вызывает и наша средняя касалка. А нижнюю касалку мы никогда не сочетали с едой. Рефлекс не образовался. Вот видите, слюны нет ни капли. Способная собака помнит, что на третью касалку еды не будет. Зачем же гнать слюну? Ах, вот как. Прекрасно. Но что-то вы скажете сейчас, господа. Впрочем, извините, продолжайте. Включаю опять нижнюю касалку. Слюны нет ни капли. Но что любопытно, теперь и средняя касалка перестала гнать слюну. А вот эта верхняя продолжает еще работать. Через 15 секунд и это перестанет работать. Возьмите часы, господа. Проверьте. Мы можем сказать больше. Через 20 секунд она снова начнет действовать. Включите. Ну, что же, господа? Мы ждем ответа. А что, собственно, следует, по-вашему, из этих ошеломляющих фактов? О том, милостивый государь, что мы уже знаем основные законы деятельности мозга. Процессы возбуждения и торможения. Вот что составляет основы этой деятельности. Они во взаимной борьбе. Непрерывной и постоянной. Третья, нижняя касалка, вызвала торможение. Оно растеклось, покоря головного мозга и захватило дальние участки. Поэтому не работала даже верхняя касалка. Но вот волна торможения отхлынула назад по секундам. По секундам вы это наблюдали, господа. И снова заработали касалку. Никаких чудес даст. Собачья механика! Ну и радуйтесь. Утверждайте ваш материальный процесс. А для меня ваши опыты оскорбительны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я человек. И к людям это отношение не имеет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вам оскорбительно, что мы стараемся найти для человечества новые пути. Пути активного вмешательства в природу. Ваши позиции бесплодны, господин Званцев. Оскорбительно то, что вы когда-то были в науке. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы сознательно путаете Званцев. Мы никогда не собирались и не собираемся механически переносить на человека выводы, полученные в опытах над животными. Человек это высшее проявление природы. Человек мыслит и созидает. Он живет сложной психической жизнью. Но психология не может быть наукой, не опираясь на точность наших физиологических знаний. И наша методика условных рефлексов есть ключ к материалистическому пониманию деятельности мозга. Это мы доказываем фактами. Но мы не являемся архивариусами фактов. Мы ищем законы, управляющие ими. А вы боитесь их. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вот сегодня я наблюдал здесь любопытнейший случай. И он протекал, пожалуй, по тем же законам, господа. Представьте себе молодых людей, пришедших сорвать опыт. Они уже привыкли это делать. И у них выработался, так сказать, рефлекс. Но вот, милостые государи, что-то их поразило в опыте. Некоторые факты позабавили, заинтересовали, так сказать, потрясли. И они, как говорится, обалдели. Да-да, господа, обалдели. Тормозной процесс начался, стал распространяться в коре и подавил рефлекс скандала. Не правда ли? Однако, время уже прошло. Он издевается над вами! И скандал может начинаться! Играет! Все ваши опыты фокусы! Тише, давай! Распустились белоподкладочники! Бездельники! Приказа чистить дал, господа! Играет! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пойми, пожалуйста, в России подымается новая волна. Нечто грядет. Снова пахнет пятым годом. А в обществе считают твои новые работы подрывающими устойки. Еще немного тебе грозит участь сечена. Без института, без места. Тебя интересует истина. Ну и носи ее, пожалуйста, с собой в карман. Так. Единственное, что я могу посоветовать ваше происходительство, выпейте воды. Никодин Васильевич, не вовремя, господа студенты, не вовремя. Попросите. С утра заперся и никого не принимают. Да и то сказать, что пишут. Скандал в обществе врачей. господин Павлов позволил себе, что пишут. Времена. Да. Надо бы хуже, да некуда. Ну а ты все-таки доложи. Доложи. Иван Петрович. Я же сказал. Что это такое? Что это такое? У вас задержался тормозной процесс. Ну и вот, неожиданный раздражитель. Что? Чепушная женщина. Иван Петрович. Ну что такое? Там студенты. Какие еще студенты? Они ждут. Попросите. Нотис, нотис. Мы знаем, Иван Петрович, вам нужны звуконепроницаемые башни. Ну? В общем, вам не хватает средств. И мы провели подписку. И вот... А кто же вас на это, милосты государьи, уплотомочил? Ну? А никто. Мы сами от имени студенчества, Иван Петрович. Сами? Да. Ну спасибо вам, господа. Душевные вам спасибо. А вот денег я не возьму. Я знаю, что такое студенческие деньги. А подписные листы возьму. Дорогая у меня будет грамота. Нам так хотелось принять участие. Вы что же, медик? Медик, Иван Петрович. Ну и отлично. Вот кончите, и милости просим к нам. Спасибо. Наши двери открыты. Иван Петрович, вы читали вечернюю газету? Это неслыханное событие. Это просто чудовищно. Что? Что такое? Событие на ленских приисках. Что? Что такое? На лене расстреляно пятьсот человек. Ну, Сима, опять-то не ту карту кладешь. Боже мой, когда все это кончится? Да. Душно стало в России. Душно. Тупое и жестокое правительство. Газада! Господа, Никодим Васильевич, господа, граждане, в городе восстание. Иван Петрович, большевики взяли власть. Давно пора. Снимите шляпу, сударыня. И не кричите. И не мешайте опыту. Иван Петрович, господа, граждане, в городе восстание. Сбросят Керенского туда ему и дорога. От Бокатюшка и Байор фронт развалил. Но ведь немцы наступают. Того и, гляди, разорвут Россию до клочки. Иван Петрович. Ты? Вы здесь. К тому угодно, ваше превосходительство. Я надеюсь, что ты понимаешь. Я пришел как друг, и мы не одни. Джордж Хиггс, чему обязан? Моему восхищению перед вашим гением. Сэр. Благодарю. Ну и что же? Мы, люди Запада, считаем своим долгом спасти все нетленные ценности России от большевиков. Мы будем счастливы спасти вас для человечества. Вы что же, скупаете из-за бесценок русское добро и заодно русских ученых? А вы, значит, теперь торгуете родиной? Была родина, но вся вышла. И глупо упорствовать. А Исаакиевский собор вам не предлагали? Памятник Петру вас не интересует? По дешевке? Ты сможешь работать в любом из институтов мира. Наконец, для человечества не важно, где вы будете работать. Нет, сударь мой! Важно! Наука имеет Отечество, и ученый обязан его иметь. Я, сударь мой, русской, и мое Отечество здесь, чтобы с ним не было. Я, знаете ли, не крыса, а корабль-то и не потонет. Нет, не верю! Никодим, проводи, пленогетели. Мне нужен Иван Петрович. Академика Павлова нету. А где же он? В психиатрической больнице. Понятно. Вот ведь куда продвинулись. Это в каком смысле? А мне про вас все известно. И то, что душевно больных наблюдаете, тоже известно. Я ведь давно к вам собираюсь, Никодим Васильевич. Да все некогда. Не узнаете? Что-то не припомню. Ух ты! Крепко! Самый военный табачок. Пришел. Здравствуйте, Иван Петрович. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Чем обязан? Я врач. Демобилизован по ранению. Хотелось бы работать у вас. Прислан окрздравотделом. Кем я? Окрздравотделом. Я это вашего птичьего языка не понимаю. Окружной отдел здравоохранения направил меня в вашу лабораторию. Ах, вот как? Без моего разрешения. А мне не нужно это разрешение, Иван Петрович. Что-что? Потому что я его имею. Может быть, у вас травма? Иван Петрович, помните в 12-м году? Три студента. Ой! Припоминаю. Ну, как же, как же, как же. А ведь башню молчания так и не построили. А ведь Иван Петрович, говорят, теперь они построят. Теперь построим, Иван Петрович. Вы что? Коммунист? Коммунист. Комиссара прислали. Не нуждаюсь. В комиссарах не нуждаюсь. Очевидно, я должен был скрыть свои убеждения, Иван Петрович. Мне кажется, вы этого никогда не делали. Ишь ты, притихи какой. Какой есть. Ближе, ближе, не вижу. Ну, 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 ну. Это ко мне бороду подожжать. Молодой человек. Извините, Иван Петрович. Увлекся. Увлекся, увлекся. Пинцет. Увлекся, увлекся. Я вам тут хлеб сегодняшний в карман положил. Да-да, спасибо. Так ведь где же он? Ну, значит, я его съел. Неправда ваша. Что такое? Опять собаку вскормили. Ну, кто же, скажешь. Как петё малое. Кто это? Да-да, пойдите. Алексей Максимович? Он самый. Здравствуйте, здравствуйте, Иван Петрович. Милости просим. Говорят, мне званный гость. Хура жандарма. Милости просим. Раздевайтесь. Ой, забываем всё. Одевайтесь. Ой, чёрт возьми-то. Вот никак не могу привыкнуть к этому римскому светильнику. Благодарю вас. Благодарю. Милости просим. Сюда, сюда. Милости просим. Так, так, так. Ну, да. А я ведь к вам, собственно, по поручению Владимира Ильича. От Ленина? Да. А чем же я могу быть ему полезен? А вот товарищ Ленин просил меня узнать, чем он мог бы быть полезен вам и вашей работе. Ах, ну, вот так. Да что ж, сейчас мне нужно собак. Вы знаете, положение такое, прямо хоть сам лови. И весьма подозреваю, что многие мои сотрудники занимаются этим. Ловят собачек. Ну, я на него смотрю. Дров, вероятно, тоже нужно. Да, вот дров давайте. Оперировать нельзя, руки мёрзнут. Да, трудно. Трудно. Вот мы и хотим вести особые пайки. Для учёных, писателей. А вот сейчас это я считаю ни к чему. Каждый кусок дорог. Война? Так, так. Вы, теперь что же, большевик? Стараюсь помочь, чем могу. Но формально на это высокое звание прав не имею. Высокое? Так, так. А вот я, знаете ли, страшусь. Страшусь я за будущее России. Вы страшитесь. Они строят будущее России. Сколько поколений мечтало о революции. А пришла, не узнали в лицо. А почему? Потому что не в светлых рисах пришла. Нужно понять чистоту и величие её идей. Идеи прекрасны. А результат? Развал? Паралич нервных центров страны. Самонадеянный уж очень. Потому что и рушится. Иван Петрович, родной мой. Старая Россия рушится. А сквозь щебень и стропила высокое небо видно. Ну, уже и небо увидел. У вас, знаете ли, возбуждение над торможением преобладает. Вот что? Иван Петрович, а чистые вы, гёрш, ей-богу. Всю жизнь протестующих ходили. И похвально. Похвально. А нынче ведь в этом смысла нет. Иван Петрович, одна привычка. О, рефлекс по-вашему. Ну, прощайте, прощайте. Вы просто верующий какой-то. А я всю жизнь одному Богу молился. Господину факту. Будут и факты, Иван Петрович, будут. Прощайте. До свидания. А вот Ленин вас своим союзником считает. Большевиком в науке. Вот что. Ленин? Большевиком в науке. Колтуши, Колтуши. Очень красивое село. А что мы тут делать будем? Да мы здесь, Иван Петрович, столицу физиологии построим. Вот. Примерная планировка. Собачник. Питомник для обезьян. А тут лаборатории. Стройкинский тут на пустом месте. Ведь на это же миллионы нужно. Нет, Ватенька, вырех в улицу. Никогда не мечтал в пустую, Иван Петрович. Такая у нас коммунистов привычка. Ватенька, вырех в пустую, Иван Петрович. Иван Петрович, я отвезу вас домой. Еще можно проехать. Я сказал, в институт. Приходите, Полтурюк. Иван Петрович. Иван Петрович. Эй, на лодке! Ромни! 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 Полный нуль. Так. Будто подменили собак. Подменили. Так, так. Никаких следов наших условных рефлексов. Вот, взгляните. На руку? Вы знаете, теперь та же картина у ряда подопытных животных. Превосходно. Что? Превосходно. Ну, не понимаю, Иван Петрович. Чему вы так рады? Скоро, голубчик, все поймете. Это наводнение точно смыло все рефлексы. Как вы сказали? Смыло все рефлексы. Тетя сказала истину и не заметила. Вот именно. Смыло. Огромное потрясение. И все затормозилось. Проверим. Востановим картину наводнения. Давайте ветер. Сильнее, сильнее, сильнее. Давайте гром. Сильнее, сильнее. Приходим? Воду. Давайте. Введите. 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 Каталексия. Да. Частичный сон. Перенапряжение нервной системы, общее торможение и сон. А ведь, пожалуй, именно так объясняется состояние некоторых душевно больных, наблюдаемых нами. Точно так. А что если в подобных случаях искусственно углубить сон? Сделать его длительным. Это таким образом восстановить силу переутопленного головного мозга. Ведь это так можно лечить. Новый материал для психиатрии, господа. Огромной перспективы. 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 Итак, повторяю, безусловный рефлекс есть ответ организма на раздражение среды, осуществляемой нервной системой. Безусловные рефлексы врожденные. Уколешь палец, отдернешь, от сильного света зажморишься и так далее. Наряду с этими врожденными рефлексами существуют другие. Мы их назвали условными, потому что они вырабатываются животным в зависимости от условий его жизни. Мозг животного совершенствуется, вырабатываются все более сложные условные рефлексы, лежащие в основе всей так называемой душевной деятельности животных. Открытые нами общие законы деятельности мозга объясняют нам также процессы, происходящие в мозгу человека. И это разрешает нам перебросить мозг из лаборатории в клинику и по-новому плодотворно лечить так называемые неизлечимые душевные болезни. Психология не может быть наукой, не отбираясь на точность наших физиологических данных. Я восхищен вашим докладом, мистер Павлов. Но я не могу понять, как можно утверждать законы, которые являются общими и для человека, и для каракатицы, и пса. Сама жизнь есть общий закон для всего живого. Но только человек бессмертен на земле. В делах и человечестве. Человечество? Простите, но это пустое понятие, мистер Павлов. Человечества нет. Есть раса, нация, люди. Негр никогда не станет белым. Чепуха! Чепуха! Никакой принципиальной разницы между ними я не вижу. Да что я? В нашей стране вам это любой школьник объяснит. Простите, мистер Павлов. Значит, по-вашему, выходит, что нет никакой разницы между английским королем и шахтером? Здесь есть. Один из них приносит пользу. Садись, Володь. Садись. Простите, мистер Павлов. Двенадцать лет я слежу за вашими работами. И я уверен теперь, что они открывают новые пути человечеству. Благодарю вас, Благодарю. Садитесь, милости, прошу. Садитесь, садитесь. Боже мой, боже мой. Сколько еще злых, слепых и тупых людей в науке. А это так. Балласт. Балласт. А лучшие люди мира с вами, мистер Павлов. Иван, товарищ, дорогой, как я рад встретиться. Господин Петрищев? Да. Ну, что там в России? Ну, хоть несколько слов. Жош, ничего. Живем, хлеб жуем. А с предателями Родины не разговариваем. Здравствуйте, здравствуйте. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Сима, здравствуй. Здравствуйте. О, Верушка, здравствуй. Здравствуйте. 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 С приездом, Иван. Здравствуйте. Здравствуйте, Ваня Крайченко. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы получим вас в России. Здравствуйте. Спасибо. Как говорится, с корабля на бал. Здравствуйте. Так в гостях нехорошо, а дома? Здравствуйте. Дома все-таки лучше. Я не опоздал? Нет, я не опоздал. Три часа. Без двух минут. Пусть три часа. Пожалуйста, садимся. Садитесь. Здравствуйте. 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 Горжусь. Горжусь таким собранием. Горжусь. Ну-с, чему же посвящена сегодняшняя наша среда? Иван Петрович. Да? Может быть, вы расскажете нам про свою поездку? В самом деле, расскажите, пожалуйста. С удовольствием. С удовольствием. Но прежде всего, порядок дня. Значит, сегодня... Сообщение Волкова, Алешина, Никольского и ваша Варвара Антоновна. Так, так. Плюс с этим я просто не знаю, что и делать. Открываю чуть не 15 новых кафедр по физиологии, и все к нам. Все к нам. Это, конечно, очень приятно. Это все прекрасно. Но, Николай Сергеевич, я вас прошу, вы объясните, что мы не можем запасти для всех, как это теперь называют, кадры. Так я один останусь. Думаю, что это вам не угрожает, Иван Петрович. Думаете? Позволь, позвольте, позвольте. И вас тоже в Москву. Что же вы мне об этом не сказали? Безобразие совсем. Да и вам честное слово, Иван Петрович, я этого не просил. Не просил, не просил. А сам, наверное, хотел. На. И не хотел. Не хотел. Безобразие просто. Вот вы возьмите и вычеркните себя. Вычеркните. Я же к вам привык. Потом у вас новая работа. Обезьяны. И сейчас же немедленно. Немедленно вы... Хорошо, Иван Петрович. Вычеркиваете. Какое-то рогатое положение получается. Так что, хотите быть, каждый из вас мечтает обзавестись собственным хозяйством. Что это? Своя кафедра, своя лаборатория. И чтобы я не мешал. Ну, сейчас. Ведь мешаю? Не мешаю? Ну, что, Мария Антонна? Я прошу вас начинать. Товарищи, в психиатрической клинике, наблюдая наших больных, нам удалось установить, что метод Ивана Петровича... Сидите, сидите, сидите. Ну, как себя чувствую? Спасибо. Сидите, сидите. Очень хорошо. Такая свежая, ясная голова. Говорят, я две недели спала. Я как будто все вижу впервые. Я так благодарна вам. А вот это ни к чему. Ни к чему. Ни к чему. Ну, а вот за вас я рад. Очень, очень рад. Очень. Ну, пойдемте. Мы вынуждены признаться, Иван Петрович, что ваш метод лечения сном дает поразительный эффект. А у нас, Иван Петрович, при университете новая клиника открылась. Где это? Эх, Валмата. Слышал, слышал, слышал. Мы там хотим, Иван Петрович, ваш метод целиком применить. Так-таки, сразу. Целиком. Да. Николай Сергеевич. Да. Я прошу вас, объясните детально уход, дозировку, а потом мы побеседуем. Прошу вас, товарищи. Вот видите, этот больной уже шестые сутки спит. Мой метод целиком. Ах, это молодежь. Силы свежие, все впереди. Путь кажется легким, вершины близким. А ты вот тут карабкаешься, карабкаешься изо всех сил. Забрался. А это холмик. А гора-то еще далеко. Не так ли? Скажите, Варвара Антоновна, а не надоело вам это все? Что вы, Иван Петрович? Нет. И времени не заметила. Как один день. Здравствуйте, Иван Петрович. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Как ты строгаешь? Как ты строгаешь? Сучки, задоринки. Аккуратности нет. Да ведь не операция какая, Иван Петрович. Просто-напросто купальни сколачиваю. Эх ты. Уж больно вы азартный, Иван Петрович. Молчи, молчи. Ведь заметьте, в каждом деле. Аккуратности нет. Что с вами, Иван Петрович? Боюсь. Чего? Только тебе одному скажу. Смертью боюсь. Да что вы, Иван Петрович, милый. Да что вы, да вы всех нас переживете. Да что ты меня утешаешь, как маленького. Не за себя боюсь. Нужен я, знаю. Да ведь и самое интересное впереди. А тут какая-то чертова печень. Чего не поделаешь. Хорошо бы, Карлсбат. Карлсбат. Так, так. Мне это не подходит. По курортам путешествовать? Нет времени. Не имею права. Будем оперировать. Что вы, Иван Петрович. Невозможно. Кто же будет меня оперировать? Я прошу решить. Иван Петрович. Да? Операция, конечно, вещь радикальная. Но в данном случае играет роль возраст. Понимаю, понимаю. Не мальчик, конечно. Но все-таки я настаиваю на операции. Настаиваю. Ну что же. Вот сейчас идет хирургический съезд. Здесь лучшие хирурги мира. В частности, Фром. Что? Ну, как вам не стыдно? Ведь ниоткуда не ясно, что немецкие хирурги лучше наших. Я просто стыдно за вас, господа русские хирурги. Да как же так? Теперь вам что? Может быть, знакомство мешает? Да что вы, Иван Петрович, в чем-то? А вот с вами мы не знакомы. Вы, кажется, Мартыров. Да. Ну, вот отлично. Вот вы и будете меня оперировать, коллега. Ушись. А, Лев Захарович, наконец-то. Ну, как же? Когда операция? Да что операция? Читал. Читал ваши труды, Лев Захарович. Оказывается, в больнице можно работать. Ну, зачем? Уверяю вас. Ну, зачем же, Иван Петрович? Да не терпелось, милостя государь. Не терпелось. Ну, и как? Придется вам уйти. Иван Петрович, я не совсем понимаю. Разве это так плохо? Нет, Лев Захарович. Это так хорошо. Свои мысли, свой метод. Увлекательные задачи. Проследить эволюцию рефлексов. Иван Петрович, ну почему же тогда? Ведь это же ваши идеи. Идеи мои. Путь новый. И, может быть, интереснейший. Пора. Вам у меня будет тесно. Что поделаешь? Я уже выбрал дорогу и иду. Подавлю вас. Запрягу в свою телегу. На это я не имею права. И не хочу. Иван Петрович, никуда я от вас не уйду. Никуда. Ну и напрасно. Напрасно. Увидели цель и идите к ней. Все отбрасывайте. Даже меня. Идите. Иван Петрович. Молчите. Так надо. Пока жив с вами. Всегда с вами. А, доктор. Ну как мы себя чувствуем? Превосходно. В котором часу операция? Два часа. Боитесь? Ничего, голубчик. Ничего. Обойдется. Я не умру. Не имею права. Ничего, голубчик. Иван Петрович называет это село столицей. Столицей условных рефлексов, Сергей Миронович. Благодарю вас. Киров. Алло. Киров. Алло. А ведь похож, а? Похож родственничка-то? Ничего не скажешь. Похож. Похож, похож, похож. Но бессловесен. И вот в этом грань. Иван Петрович, а вам не кажется, что речь все-таки второй признак? А какой же первый по-вашему? Речь родилась в труде. Следовательно, труд принципиально отделяет нас от животных. А что ж, это верная мысль. Энгельс, диалектика природы. Ага. Может, вы мне списочек составите для самообразования? Иван Петрович, да самые замечательные. Замечательные, что не нужен вам этот список. Шли вы своим путем, а пришли к нам. Истинная наука всегда с нами. И не даром, Иван Петрович, мы вас давно в своих рядах считаем. Да? И не только за открытые вами научные истины. Ах, вот как? За весь ваш характер борца. Ну, характер-то у меня, знаете ли, и... Да, да, да. За бесстрашие ума. За веру в человека. За страстное желание сделать его счастливым. Ведь тысячелетия человечества искал путь к справедливости. И теперь мы нашли его. Это коммунизм. И ведь нет другого пути, Иван Петрович. Нет. Да, 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 да. Признаться, я и сам подозревал. Да, да, именно так. Я ведь не слепой. Вижу. Тысячи фактов вижу. Иван Петрович, и на этом пути наука это могучий рычаг в руках советского человека. Да вот, сейчас ваши земляки, рязанские колхозники, вывозят удобрения из Хибин. А Мичулинские сады наступают на Заполярье. А в Средней Азии запланировано море. И оно будет. А ведь вы в некотором роде мечтатель, политик и мечтатель. А как же иначе, Иван Петрович? Мечта у нас первый вариант плана. Иван Петрович, а разве вы не мечтаете в своей науке? Мечтаю. И вы знаете о чем? О невероятных вещах. Мы должны, наконец, властно вмешаться в нашу собственную природу. Мы заставим отступить старость и продлим жизнь человека. Вот мои мечты. И планы работы. А вот когда это совершится, не скажу. Может быть, в этом новом коммунистическом обществе. Да. Да, но это еще в сапогах. Военные гимнастерки. С солдатской привычкой, Иван Петрович. Воевал много. И вы правы. Видно, еще воевать придется. Ведь нас не оставят в покое. Да вы в Италию едете? Да-да. В Рим. На конгресс физиологов. Я прошу вас, Иван Петрович, от имени советского правительства, пригласить делегатов конгресса в Италию в следующий раз собраться у нас. Очень хорошо. Хорошо, Сергей Мирович. Отцом русской физиологии мы должны считать Сеченова, впервые образовавшего у нас физиологическую школу. Вот почему мы сочли уместным подарить членам конгресса его лучшие труды и медаль с его портретом. Мы все добрые товарищи. Даже во многих случаях связаны между собой дружескими чувствами. Мы работаем, очевидно, на рациональное, окончательное объединение человечества. Но разразись война, и многие из нас станут во враждебное отношение друг к другу. Я могу понимать величие освободительной войны. Однако нельзя вместе с тем отрицать, что всякая иная война по существу есть звериный способ решения человеческих проблем, что само по себе не достойно человеческого разума с его неизмеримыми ресурсами. АПЛОДИСМЕНТЫ И я счастлив, что правительство моей могучей Родины ведет неустанную борьбу за мир, за счастье всех людей на земле. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Что там? Снег. Третий день снега. Нынче февраль. В феврале снег особенный. Весной пахнет. Снежки из него хороши. А ну-ка принеси. Чего принести? Снегу. Снегу. Принеси, принеси. Ты хотел поговорить со студентами, Ваня. Они пришли. Позовите их. Иван Петрович, вам нельзя утомлять. А вы что это, батенька, раскомандовались, а? Печащий, жив пока. Доктора забрещают. Зови, зови, зови. Дальше. Дальше. Снег на тарелке. Смешно. Ну, что же вы? Идите? Идите, идите. Итак, друзья мои, вы решили посвятить себя науке. Не правда ли? Да, конечно. А я здесь о многом размышлял, друзья мои. Приучайте себя к сдержанности и терпению, дорогие мои. Приучайтесь делать черную работу науке. А второе, скромность. Как бы высоко вас не оценили, имейте мужество сознаться себе. Я невежда, невежда, невежда. А третье, страсть. Помните, что наука требует от человека всей его жизни. И если бы у вас было две жизни, то и их бы не хватило вам. Будьте страстны в ваших делах, в ваших исканиях. И дальше Иван Петрович пишет. Наша Родина открывает большие просторы перед учеными. И для молодежи, как и для нас, вопрос чести. Оправдать те большие убывания, которые возлагает на нас наша Родина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ